Почему-то никто не задается вопросом, что за документ подписал Трамп. Он называется прокламацией. А что такое прокламация? Это воззвание, то есть документ, не имеющий никакой юридической силы. Комментируя ситуацию относительно подписания президентом США прокламации об объявлении израильского суверенитета над голландскими высотами, сказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов. Так что армянская общественность рано радуется, считая, что Трамп одним рощерком пера может решить вопрос азербайджанских земель в пользу оккупанта и агрессора Армении. По убеждению политолога, последнее обострение, в результате которого Азербайджан потерял солдата, это предтеча переговоров в Вене. Это будет непростительно для самой Армении, убежден Тофик Аббасов. Потому что они фактически потеряли еще один год во вред не Азербайджану, а себе. Если в мае, когда Пашиньян пришел к власти, еще были ожидания того, что он может изменить отношение своей страны к Нагорно-Карабахскому конфликту и в отличие от своих предшественников проявить адекватность, то сегодня мы видим, что этого не происходит и что у Армении в арсенале старая убогая порочная тактика подрыва мирного процесса своим малоспособным и неадекватным поведением. Для Азербайджана это не новость. У него всегда был и есть в запасе план «Б», о чем прекрасно знают не только международные посредники, но и сам агрессор. Сайт firstnews.az подчеркивает, что даже если сам Пашиньян, осмелившись выступить в роли Трампа, попытается принять подобную прокламацию в отношении оккупированных территорий Азербайджана, это будет означать автоматическое обнуление переговорного процесса. У Армении на это духа не хватит, не говоря уже о том, что этого ей не позволит ни минская группа ОБСЕ, ни ее сопредседатели, ни мировое сообщество в целом. О том, что такая попытка встретит категорический отпор международных посредников, можно судить хотя бы по озвученной ими позиции в ответ на желание Пашиньяна изменить формат переговоров. И, безусловно, этого не допустит Азербайджан, который расценит такой шаг, как выход Армении из переговоров. А раз нет переговоров, то остается только один вариант – война. К чему Азербайджан, несомненно, готов лучше. Азербайджан 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 Азербайджан